Мексиканская пшеничная лепешка Нарезаем любой произвольной мелкой нарезкой, чтобы она у нас хорошо обжарилась, но при этом хорошо чувствовалась Ставим сковородочку разогреваться Шампиньоны нарезаем просто слайсиками Помидорку возьмем пока половинку, ее тоже произвольно нарезочкой, можно просто перешинковать кубиком Немножко болгарского перца Как только слышим потрескивание от сковородочки, выкладываем свинину и болгарский перец одновременно Следом выкладываем шампиньоны Хорошенько обжариваем Добавляем помидоры Вяленые томаты Их нарезаем соломочкой И также добавляем в основную массу Добавляем немного маслица, в котором хранятся эти томаты Для усиления вкуса Базилик можно заменить на любую другую траву Можно использовать рукаву, можно использовать кинзу, можно использовать зеленый лук Добавляем соль И перец И выдерживаем пару минут на огне Отставляем сковородочку в сторону Берем вторую сухую сковородку без масла, также ее нагреваем Немножечко натираем сыр На разогретую сковородку выкладываем нашу лепешку И даем ей немножечко погреться На половину лепешки выкладываем начинку Совсем маслом, совсем-совсем Сверху выкладываем сыр И закрываем второй половиной лепешки Слегка прижав Итак, наша кисадиля готова Назовем ее кисадилий Выкладываем ее на тарелочку Сверху на нее можно выложить легкий салат из помидор Свинина в лепешке готова Приятного аппетита Редактор субтитров А.Семкин